здравейки ребят вы на канале фурдмак ну что же еще один пилотный мультфильм который возможно вырастить своеобразную франшизу кто знает века дейзи в переводе от cybercat studio кто-то говорил что ну ужас мой только в оригинале что все испорчено но давайте уж послушаем благо я люблю киберкотов поехали ну подали окей 18 плюс ну ладно миленькая заставочка прикольный сент-вуис ниссури 1908 год сухой за красиво выглядит река старушка не слишком ли простое имя для того что столь радостно и бурно река течет неукротимо коль возраст главная черта ты несравнима и мудра вот за что обожаю вот подобные также произведения в 20-х годах сша это матью арды кой выглядит охуенно то что в западных сердцах звенит что королей явила лик и ну визуально выглядит потрясно и мошек мелких что портят вид чтоб вызов бросить на показ создатель попробую в авалоне еще раз и что ты сможешь нам раскрыть за мудрости своих глубин узрела ты наверняка эпохи каменной погибель рассвет заводов и машин янтарный блеск твоих речей и гордость трезвости твоей лишь и лживостью пропахнет как же ты визуально великолепно выглядит от реально ар-деко с этими строгими огромные здания с этими различными узорами вот этот звездная рать козь золотистое небосы и тахнительно и кроме достоинства зачахнет да праведно тщеславие но дьяволом выбрана твоя заглавие и как такой поток назвать столь смелый волевой что вьется трепетно в закат впитавший летний аромат а имя что течет лукаво свободно как бродяга и быстро миссисипи вот имя истинно твое неинтересно самом деле задумка что они оставляют такие вот контуры на персонажах то есть эти самые как сказать найти контуры то есть которые создаются при такой правда анимации интересно выглядит реально и не знаю с одной стороны вы как-то чуть-чуть инородно но вписывается вписывается интересно я целая кладезь таланта на меня сегодня хватит музыкального творчества а почему ты вообще так шумишь если вы застоять на стрёме может лучше поможешь нам здесь копать увы мисс пеппер я был проклят с рождения этими веточками так что я делаю что могу я отвечаю за за то что гравитация все-таки та еще сука я отвечаю за атмосферу а малыш отвечает за копание погляди так и могилу себе выроет какой молочина что ж может сыграть вам рапсодию в соль миноре для духа ладно раз не будешь помогать то будешь качестве тряпки роки кажется я нашел если это не она то нам придется долго объясняться перед семьей а германа хапфэмшфиле блин даже перевели этот текст неплохо я вам хампешфиле сбитого из музыкант цирком далеко от конечно остановки благодаря кропотливым усилием броженными гада его останки позже спицы и в нового колеса судна альбатрос умер занимаясь любимым делом ясно не на бэкграунда конечно прорисованы с невероятной любви очень крутое что это было ты это слышал ох уж неупокоенные души мы топчемся по их могилам но вы нам ничего не сделайте черти драны вот бы тут была моя мама что покайся да она бы такое позволило только через свой труп именно ох веснушка ну разве тебе самому неприятно похвастаться своими навыками чудо-копателя перед этим кексиком господи ох я на секунду подумал что это была твоя матушка вот поэтому нельзя тревожить духов и раскапывать могилы и помогите вы хотя бы ну не об одиночку уже остыли духов видишь только после пятой рюмки вот сотню лет назад берк и хэр вытворяли куда похлеще но им все сошло с рук а разве их не повесили ну это все мелочи мелочи покажи как лавок ты с монтировкой жидкое золото благодать диониса неповторимый канадский виски оу мать вашу вот это понимаю конспирация в гробе то вискаре хотя вспоминаем ту же мафию где блин оказывали пом сигара там краски были бриллианты давайте торопиться я заведу машина на двоих не включай фары лучше перестраховаться ага а до этого мы типа не палились черт нет лови ее быстрее для мисс м важна каждая капля вот зараза где луч света когда он так нужен мисс пеппер уж теперь ты духи точно нашел нашел моя нога мать твою а там уже кто-то стоит просто темно а вот она хватит слезь меня руки черт простите нас ждет веселая ночка да сэбун погоня это лучшая часть ладно мне это уже нравится фури и мафия тридцатых годов ну качи конца двадцатых охуенно опять же именно сама анимация персонажей странный за что остаются эти контуры то первоначальных скетчей но лятера вот бэкграунды просто великолепно давайте не затягивать это пустяковое задание у нас еще остались дела на это пока кажется самое веселое не оставляет же конкурентов без внимания даже из-за маленьких паразитов может пойти гной где ты научилась так водить нигде нигде не училась водить и своим вождением сбила с толку врагов молодец теперь настал твой звездный час и мальчик торпеда добрый вечер подмечу что на протворение было создано по комиксу что выходил с 2006 по 2020 год автор трейси батлер заимела за него несколько наград и как раз организовал производство пилота круто да они не скромные что вы до него все звали выйти сами хоть что-то сделаете сыграй симфония Твою муеву! Нет! Пускай! Что-то происходит! Ну, нифига себе! Видимо, это нашивка. Нет, не покидай меня! Ладно, вошел во вкус. Кажется, я жука проглотил. У тебя на ужин сочный жучок? Тоже хочу. Не, просто стекло. Забавно. Крайне непрофессионально. Ну, я не ожидал. Вот у них такая огневая мощь. А че непрофессионально? Ладно, это же наоборот веселье. Блядь, погоня классно. Черт подери, это охренительное. Ну, может, ты тогда сядешь за руль? Нет. Особенно учитывая, что вы избавились от лобового стекла. А, не нравится наш стиль игры? Может, тогда перестанешь быть зрителем и подсобишь? Или нам стоит беспокоиться, что ты скучаешь по старым временам? И что ты? Тормози! О, черт! О! Вот здесь, налево! Куда это? Ну же, левый хук! Нет! Правое плечо! Пошел ее! Да тут некуда! О, сейчас! Блядь! Биз Пеппер, включите фантазию! Не мешай рулить! Давайте! А-а-а! А-а-а! Бедный вискарь! Бедный вискарь! Ха-ха-ха! 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 Я не специально, я просто чувствую жар пламя, жарища пламя в... Э-э-э-э... Внутри двигателя! Добрались все-таки! Не, ну, стилистика великолепна, реально. Персонажи ебнутые, безумные, но бляхатый мух, это подкупает. Надо все-таки ознакомиться с оригинальным комиксом, чтобы понять просто повыше всю суть. Но, блин, пока что я, ну, не в восторге, наверное, но все же прям в экстазе. Реально. Очень круто. Хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! У них просыпается животные инстинкты, что ли? Просто интересно. Они так ведутся, как будто вот просто их вот... Какой-то антропоморфность уходит, и как будто они просто в живот превращаются. Мир полон волшебства! Где бы только билет найти? Подходите, не стесняйтесь! Покупайте билеты, покупайте фоккорр! И уходите, как мы выдержали! Пройдет сверху на слоне, сквозь пола еще клинтон! У меня уже закончились рукава и тузы в них. Движок все еще не остыл. Даже не знаю, если... Ты говорила, здесь есть пистолет! Да, под сиденьем лежит. Ну, а в чем я не права? Я их отвлеку. Заведи машину. Пожалуйста. Будем возиться дольше, если вы их распугаете. Чего ты так не любишь веселиться? Он больше, говорится, по простому четкому выстрелу. Возьму это на себя. Разберитесь с транспортом. Взелки-иголки! Ага! Ну, рысенок наш, давай! О, щит! Люблю такие, на самом деле, пересылки, в которых, знаете, не просто, типа, безумие в стиле на Макса Пейна под наркотой, а максимально просто четкая, вывеленная битва, основанная на том, просто кто окажется хитрее, более метким и более, как говорится, вносливым в отношении вот этих такой изнурительной битвы. Люблю такое. Порой некоторые превращают подобные вот напряженные моменты в ганпорно. Бля-а-а-а-а-а! Привет! Нет! Не-не-не-не-не-не-еет! Нет! Четыре, пять, шесть. Ха-ха-ха-ха! Бон с вами, зами! Постри все-таки! Что за чертовщина? Пацан, это за гранью идиотизма! Внезапно цирк приехал к нам! Хе-хе-хе-хе! Шут в шляпе! И гиппопотам! Сошел салют и тут, и там! Глядеть на пламя! Шум не гал! Мать! Широгена! Пиздец! Там же еще полный трэш, потому что динамит же токсичная хрень. Так что им нужно быстро оттуда бежать. Ха-ха-ха! 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 Что происходит? Роки! Ха-ха-ха! Сошел с ума! Ах! Хоть стой! Хоть падай! Хоть кричи! Шоу все равно устроят сыркачи! Ха-ха-ха-ха! Промолвил клоун сгоряча! Нам сценой будет! Вся земля! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Бля! Ай! Ай! Ха-ха-ха! Мать твою! Шум? Ха-ха-ха! Так! Все-таки в них есть, как говорится, звериные вот эти вот повадки. Все-таки это не просто, то есть, знаете, как ведут себя максимально как люди, но просто в жвериных шкурах. А все-таки видны вот эти повадки боязни воды и, знаете, тогда безумие в этом экстазе, кошачьем. То есть, прикольно, а самом деле, что остались вот такие детали. Автор уважения за такое. Мать твою, ну какой же пиздец беженый может. Рокки! Шевелись, комок! Ах! Пора сваливать! Сейчас же подстрелят! Знаете, у меня почте есть патроны? А чего дал заднюю-то, а? Брови еще на месте? Э-э-э, агась? Четко. Вот веснушка. Держи сувенир. Ну, сначала его надо поджечь. Брат мой, помоги встать. Черт, ты будто расстроен. Ну что, довезли все-таки? Капе Литл Дейзи. Громко обговариваемая и скандальная, в конце жизни неожиданно разорившаяся. Хм, знакомая история. Мисс Донка наставила после себя наследие великого артистизма и смелых инноваций. Повешенная на шарфе. Комический конец перетекает в трагедию, верно? Говоря о трагедиях, мы вернули старого поставщика. Похоронное бюро. Но все это не то. Без тебя. Помню то чувство, что все это было нашим. О ком идет речь, дорогуша? В былые времена мы могли загнать туда целую колонну грузовиков. Но сейчас мы роемся в объедках. И пускай это неприлично, Атлас, такова моя ноша. Встретимся внизу. Шархан настоящий. Мисс Эн? Гораций. Дверь, дорогуша. О, точно. Ну что же, в итоге-то... Как погодка, мадам. Верно. Очередные трудности с трудностями. Конечно, как говорится, с таким-то безумием-то в отношении зухого закона и такой вот конкуренции. Верно, я бы смог помочь. Однако я должен оставаться опорой для общества. Бароном индустрии. Образцовым гражданином. Сказал он, склонившись над своим нелегальным пойлом. О, слава богам. Думаю, вы уже когти откинули. Зип! А ты сейчас не должен играть на сцене? Кому? Ему? А ты что, Вик? Мне тебе лично сиренаду спеть? А? Разве что еще после пары стаканов нелегального пойла. Я бы такого вы... Не, ну, конечно, в отношении таких, знаете, харизматичных дизайнов персонажей постарали... Вот автор оригинала постарался на словно. Я так понимаю, что они решили перенести все-таки, наверное, дизайны без изменений. Хотя вот надо все-таки с комиксом ознакомиться. Но, блин, очень круто выглядит. То есть, каждый дизайн по-своему не кален. То есть, каждый код имеет какие-то определенные отличительные черты. Опять же, еще и породу это... Блин. Нет, меняйте, я уже, как говорится, я куплюсь по трахами, я хочу продолжение. Ты пить не прочь. Виктор? Виктор, знаю, что ты такой всегда, но бармен должен выглядеть так, чтобы посетители могли плакаться ему в плечо. Более дружелюбно, а не угрожающе. Улыбайся время от времени. Мы над этим поработаем. Бам-ба-да-бам-ба-да-бам-бам-бам-бам! Привет. У нас получилось! Простите, а я подошла за ковер. Джей-Джей! Прости. Так, гляньте-ка, что всплыло из Миссисипи? Мисс Эм, вы будто... удивлены. Рокки, милый, ты по своей натуре всегда утомительный, непонятный сюрприз. Благодарю. Это, по идее, подлинный Маккай. Посмотрим, будет ли он сюрпризом. Ну-ка-с. Давайте, удивите нас. Что ж, двигатель определенно запустит. Смело заявляю. Тасол курит в сторонке. Что за послевкусие? Хм, игристое, насыщенное, отдает нотками дуба. Грубовой лак. Точно. Назовем его коктейль-закат розы. Коктейль-закат розы? Звучит неплохо. Фу, ты даже не представляешь, какой ценой мне это досталось. Я очень хорошо представляю. Утонченный привкус. Да уж. Опять же, я их могу понять. Потому что порой, пробы различные виды алкашки, я сам, как говорится, не понимаю, как это можно пить. И потом с серьезным видом говорить о тончанности вкуса, невероятных нотках дуба, словно вам насрали в рот спиртом. Опять же, я понимаю, что каждому свое, у каждого свой вкус, каждому нравятся свои виды алкоголя. Но порой, реально, я пробовал различные вот виды. Например, тоже, вот мне, по-моему, один раз давали по приколу попробовать виски. Там просто какой-то, я забыл, какой он назывался, виски, такой вот в зеленой бутылке. И, блядь, такое чувство, будто, знаете, вот очень такой мерзкий, неприятный спирт, залили в такую, знаете, максимально старую бочку из вонючей бани, в которой сдох какой-то мужик по пьяни. И потом в этой бочке все это размешалось. И тут, я не знаю, как это описать, отвратительный вкус, честно. Я понимаю, что, да, разные люди, разные предпочтения, но серьезно рассуждать о том, когда у вас во рту, как будто, знаете, антисептик, который пытается вас убить, я не знаю, ребят, уж извините, наверное, просто я не дорос, не понимая алкоголя. Ну, так что, все пучком? Ну, в целом, пойдем. Лучше, чем пуля в голову. Но все же, вы так сильно старались ради только этого. Вы будто просто немного поплавали. Ну, я могу, конечно, еще немного выжать из своего пиджака. Произошел небольшой инцидент. Инцидент ты. Какого плана? Ну, патроны там потратили. Могилы осквернили. Вывеску сломали, потоп устроили, повредили кучу зданий. А, еще, возможно, нажили себе смертельного врага. Но динамит и тяжелая техника блестяще решают проблемы. Да, старина? Какой динамит? И даже машина цела. Я починила. Да. Еще вы будете рады узнать, что на моей скрипке после всего нет царапинки. Да шо ж такое? Знаю, что вы старались, но, милый, мы не можем вечно гоняться за хвостом ради столь скудного. Я... Я хотела сказать, что... Как бы выразиться... Ну, ладно, хорошую атмосферу создавал такую... Уставшую уже, потому что, блин, слишком много проделали ради такого. Так себе бухвает. Ладно вам. Знаете что, я рада, что ты и твоя скрипка вернулись, милый. Музыка нам бы сейчас не помешала. То есть, помимо Джей-Джея. Ладно, ладно. Давай, пацан, разрядим обстановочку. О, это нормально. Насчет динамита и техники, можно поподробнее? Мистер Сейбл? Точно. За вас. Эй, ты мне должен танец. Разве? Да, я так решила. Знаешь Чарльстон? Нет. Линдихоп? Нет. Карусель? Джингл-джангл? Мидл? Меня в голову ранили. Я буду вести. Просто ставишь лапу вот сюда, а второй сюда. И после перекидываешь ее туда, а потом резко останавливаешься. Ля, какая красота. Знаете, не помню, чем-то процесса любви с этим. Опять же, ее антуражу. Но, блин, визуально это радость, реально. Серьезно, двадцатые годы. Арт-деко. Джаз. Просто это охуенно. Господи, я люблю такую эстетику. Еще и мафия вот с этой попыткой найти... Ах, неолегальный алкоголь. Господи, это прекрасно. Ах, неолегальный алкоголь. Ах! Д Congress. Субтитры сделал DimaTorzok Отель Морибель, кабинет управляющего Соедините меня с мистером Свитом, пожалуйста К великому сожалению, нас отвлекли Авто вывели из строя и... В целом, вечер пошел далеко не по плану Погоди, я все правильно понимаю Печально известный жестокий убийца, Мордекай Хеллер Звонит мне с просьбой его подвезти Да Обидно Однако, мистер Свит, кажется... Я что, твой отец, что ли? Кажется, что у нас более значительная проблема Что, кто-то растрепал твою шерсть? Тебя измазали в грязи? Фактически так и есть Но что важнее всего Один из поставщиков, кажется, работает на два фронта Выходец из Лакодейзи, скорее всего Они неуклюжие и могут привлечь внимание С федералами в городе Да, это и впрямь угроза Я могу лишь немного угомонить жар верхушек Пока весь город не начал тлеть Чёртовы драконы Я тут немного подумал Кажется, это заслуживает нашего внимания О чём же? Ну ладно Пора завершить кое-какие дела Хороший, кстати, намёк на продолжение Надеюсь, что мы увидим продолжение Очень надеюсь Мать твою Айрон Сёркис Анимейшнс Что же, мать его Надо будет оригинал всё-таки посмотреть Ну что, ребят Вот такой вот аниме-чён Прекрасно Стилистика мне подкупает Выглядит классно И скажу честно Ну, я не знаю, ребят Надо всё-таки Вознакомиться с комиксом Обязательно Потому что Мне такая стилистика подкупает Я люблю подобные произведения Посвящённые 20-м и 20-м годам Гангстрам Мафии Сухому закону И это достойно уважения Это достойно внимания Поэтому, ребят Обязательно заценю Наверное Всё-таки оригинал заценю Потому что мне всё-таки Много писали о том Что если ушла Кадейзи То обязательно оригинал Потому что Очень получилось никчёмно По мне неплохо Не знаю Мне нравятся голоса Сайберкэт Поэтому всё равно Им уважение за перевод Реально заслужили, ребята Респект и лайк Поэтому Очень надеюсь Что пилот выстрелит И дальше мы увидим продолжение Потому что, к сожалению Многие пилоты Хоть и получаются Очень красивыми Но являются Сообразными пшиками То есть Они выстреливают И о них забывают Это очень-очень плачевно Что многие проекты Так и не доживают Хотя бы до Знаете там Пары таких серий Основного сериала Но Ладно Посмотрим Респект Лайк И спокойно Ченушки-пирожки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин